Всех с добрым утром! Если вам уже надоела яичница, омлет и вы не хотите с утра мясо, давайте приготовим из капусты беточки вкуснятина. Вот вы видите все нехитрые продукты, которые нам понадобятся. Это всего лишь 2 яйца, 100 грамм любого сыра, я взяла 50 сыра и 50 граммов брынзы, 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка муки, немножко смеси перцев, также побежала на огород, как та коза Берта, бегала через місточек, ухватила кленовый листочек, бегала через гребельку, ухватила воды крапельку, так и я. Собрала пару листиков шпината, пару листиков салата, немножко зеленого лука, можно любую зелень, можно укропчик, петрушку, что вы любите, и нарезаю. У меня здесь смесь вот такой зелени, видите, вот такие, у меня на огороде микрозелень выросла, посеялась самосевом и сейчас перед пахотой надо все собрать, потому что трактор перепашет и зелень пропадет. Ну вот я решила ее использовать. Нарезаем зелень, вот я ее вот так быстренько начикала, можно свекольные листья взять, что угодно. И теперь разобью одно яйцо, смешаю с щепоткой соли, добавлю перца немножко, смеси перцев, опять перемешаю, добавляю сюда же сметану, добавляю столовую ложку муки, снова все хорошенько перемешаю, и кляр у нас уже готов. Откладываем его в сторонку, теперь возьму терку и все равно я уже на какой терочке натирать, я уже натирала брензу на этой терочке, только для плацент. Ну вот сейчас натру на крупной терке кусочек сыра, кусочек брензы. К сыру и брензе я разобью одно яйцо, кстати, если сыра нет, можно заменить на творог. Теперь возьму вот эту сметану, возьму ложку, перемешаю, добавлю сюда же зелень, также немножко перца, смеси перцев. Я уже соль добавлять не буду, так как сыр соленый, и бренза у меня тоже соленая. Все перемешаю, и начиночка наша уже тоже готова. Вот видите, зелень, яйца и любой сыр, либо творог. Все откладываем в сторонку. Теперь снимаю с капусты листик. Желательно капусту немножечко провялить, потому что если она будет очень свежая и сочная, то листья будут ломаться. Вот снимаю пару верхних листиков, желательно, чтобы они были побольше. Вот эту вот толстую часть я уберу, но это тоже не очень подойдет, вот этот возьму листик. Совсем немножко вот здесь, где утолщение, вот видите, вот здесь, я немножко побью молотком, вот так, чуть-чуть, чтобы не было такое жесткое. Листик я вот здесь, вот эту прожилочку немножко побила. Теперь беру начинку, вот так, хорошую столовую ложку, распределяю по половинке листика, вот так. Складываю вдвое. И теперь берем вот этот наш кляр, еще один раз его перемешаем. И обмакиваем наш биточек в кляр. С одной стороны переворачиваем и обмакиваем точно так же с другой стороны. Ну, по желанию, перец это по желанию, можно и не добавлять. Нужно, чтобы вот это все смазалось кляром. И теперь включаем сковородку, наливаем туда растительного, немножко растительного, можно немножко сливочного, можно только растительного масла. И уже на разогретую сковородку будем выкладывать наш капустный биточек. Вот я налила на сковородку ложки 3 растительного масла, вот так где-то, ой, квадратный сантиметр сливочного, и все вот это сейчас разогрею. Масло разогрелось, и мы выкладываем наши биточки на сковородку. Я жарю на среднем огне, и как только вот эти зарумянились краешки, я переворачиваю на другую сторону и обжариваю с другой стороны. Неудобно немножко и камера. И уже когда с другой стороны обжариваю, делаю, уже у меня это на среднем огне было, делаю маленький огонь и накрываю крышкой, чтобы прожарилась капуста. И ждем минут 5-7. 5 минут прошло, выключаем плитку и выкладываем наши биточки на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Вот, и можем накрывать на стол, завтрак готов. Ах, какой букет ароматовый! Что ж это такое интересное? Мой биточек отбивная. Так. Какой биточек, тут мяса нема. Мяса нема. Что? Хотя, хотя, ну, наверное... Для завтрака как раз то, что надо. Можно без мяса обойтись, нормально. Это так, чтобы зелень не пропала на огороде у нас. А зелень тоже есть-то? Ну да. Вкусненько. М-м-м-м-м-м. Ну, такой полезный у нас завтрак сегодня. Да. Классный завтрак. Действительно, можно без мяса обойтись. Будем считать, что это разгрузочный день. Альтернатива яичница и омлет. Не, ну, классно, мне понравилось. Очень вкусно. Друзья, готовьте. Для здоровья полезнее, чем мясо. Мясо отдавайте мне. Все, друзья, до свидания. До свидания. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик. И хорошего всем дня. Пока. Пока.